В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева и в начале выпуска коротко об основных событиях. В рамках всероссийской акции «Крымская весна» в Ленинском городском округе прошел автопробег. Волонтерские движения продолжают помогать бойцам СВО. Группа моя создана давно, еще года два с половиной назад. Музей-заповедники Горки-Ленинские сожгли самое высокое чучело масленицы в стране. Пытаемся быть современными, пытаемся быть интересными. Надеюсь, как бы у нас это получилось. Зрители оценят. 18 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России. Десятую годовщину воссоединения отпраздновали по всей стране. Не стал исключением и Ленинский городской округ, где в рамках всероссийской акции «Крымская весна» прошел автопробег. В «Видном Крымскую весну» встретили развивающимися флагами Российской Федерации и патриотическими песнями. Автопробег по улицам Ленинского округа уже традиция. Колонна из 20 машин проделала путь от стадиона «Металлург» до улицы Черняховского. Встретить «Крымскую весну» пришли сотрудники администрации Ленинского округа, работники городских предприятий, сторонники партии «Единая Россия», а также неравнодушные жители муниципалитета. Мы, как жители Ленинского городского округа, сегодня тоже вместе с жителями Донецка, Луганска и других присоединенных территорий празднуем это знаменательное событие. У нас мероприятие прошло на отлично. Не только мне, но и всем участникам понравилось ехать в машине, слушать патриотичные песни, а также, наверное, вы обратили внимание, пока двигалась колонна с флагами, жители города также нас приветствовали и махали. Свою поддержку историческому решению, принятому в 2014 году, оказали и представители молодого поколения. Люблю свою страну и считаю, что важно, чтобы все жители подключались к таким мероприятиям массовым. Накануне состоялись выборы президента Российской Федерации, итоги которых продемонстрировали народную поддержку взятого политического курса. Настроение явно приподнятое, потому что много единомышленников, спортсмены, деятели культуры, флаги. Действительно радостное настроение. Годовщина воссоединения Крыма с Россией объединила жителей округа. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, ВИДНЕ ТВ. В честь 10-летнего юбилея воссоединения Крыма с Россией также прошел флешмоб около кинотеатра «Искра». В акции, организованной местным отделением партии «Единая Россия», приняли участие активисты движения «Первых», молодая гвардия «Единой России», юно-армейцы и учащиеся школ Ленинского городского округа. Собравшиеся школьники растянули огромный флаг Российской Федерации, а также выстроились вокруг него с флагами в руках, обозначив географический контур страны вместе с новыми присоединенными территориями. Мероприятие призвано напомнить всем о значимости исторического события для нашей страны. По всей России волонтерские движения продолжают помогать бойцам, которые задействованы в специальной военной операции. А иногда и им самим нужна помощь. Какая именно, расскажет наш корреспондент Юлия Стаферова. На сегодняшний день создано большое количество волонтерских движений, которые занимаются сбором гуманитарной помощи для участников СВО. Они находятся в разных уголках нашей страны. Одно из таких движений есть в Ленинском городском округе. Оно называется «ЗДИ». Его организовала местная активистка Мила Сила. Группа моя создана давно, еще года два с половиной назад. Раньше я занималась, помогала онкобольным детям. А когда произошла ситуация такая, на СВО нужно было помогать, эта группа сейчас активно помогает бойцам на СВО добровольно. В группу «ЗДИ» обратился за помощью боец по имени Геннадий. Сейчас он находится в отпуске, по окончании которого вновь отправится в зону боевых действий. Геннадий хочет вернуться не с пустыми руками. Ему нужен квадрокоптер, потому что это самый эффективный инструмент разведки позиций противника. И мы решили помочь ему. Я рассказала всем о нем и вызвала других волонтеров. У нас вместе всегда есть связь. И к нам приехала еще Светлана помочь нашему бойцу. Светлана Селехова познакомилась с Милой благодаря ее творчеству. Светлана приехала, видно, из Орла. У нее тоже есть свое волонтерское движение под названием «Патриоты России». Там состоят многие неравнодушные люди, благодаря которым мы добровольно собираем, закрываем грузы по спискам, необходимым для наших военнослужащих. Каждому благодарна. По словам Светланы Селеховой, она самостоятельно отвозит гуманитарный груз на своем старом автомобиле. Для того, чтобы его передать, она очень близко подъезжает к зоне соприкосновения. Машина не в лучшем техническом состоянии. Чтобы продолжить свое дело, Светлане нужен новый автомобиль. Машина очень ломается на самом деле. В один прекрасный момент, когда идут обстрелы, я просто могу оттуда не уехать. Вот. Ну, очень, очень старенькая, очень печально. А ездить надо. Возможно, совместными с Милой усилиями для Светланы приобретут новый автомобиль. В качестве благодарности за волонтерскую деятельность, Мила лично от себя вручила ей благодарственное письмо и свой именной шеврон. А флаг с подписями и логотипом движения «Патриоты России» получают активные участники группы. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Цигун – это не только комплекс упражнений для улучшения тонуса мышц и общего состояния здоровья. Китайская гимнастика восстанавливает баланс всех энергетических потоков в организме. В программе активного долголетия это направление одно из самых востребованных среди участников. О том, как старшее поколение города Видное познает науку восточных мудрецов, расскажем в нашем сюжете. Восполнить запас жизненной энергии, снять нервное напряжение, нормализовать качество сна и привести тело в форму возможно благодаря плавным движениям по тихой мелодии и специальной технике дыхания, уверяет Дмитрий Аборский, инструктор по китайской гимнастике Цигун. Цигун – это больше, чем зарядка. Многие воспринимают это как гимнастику какую-то или еще чего-то. Это больше, чем гимнастика. И думают, что это для такого престарелых, пожилых людей. Нет, это для масс. Это как йога, только это еще не популярное движение. И здесь мы больше работаем даже с энергией. Это самое важное. Нам всем не хватает энергии, и Цигун помогает нам в этом вопросе. Регулярно выполняя упражнения, уже через пару месяцев можно заметить первые результаты. Это подтверждает Елена Матвеева, которая больше двух лет посещает занятия в рамках программы «Активное долголетие». Дает такую энергетическую настройку, хорошую, хорошее позитивное настроение. В общем, целый день ты чувствуешь себя очень бодро и хорошо. Мне нравятся эти упражнения. Распределяется энергией таким образом очень хорошо. Китайскую гимнастику в Центре социального обслуживания «Домодедовский» посещают более 30 человек. Комплекс упражнений для уроков подобран с учетом золотого возраста спортсменов. Но некоторые в отличной форме и способны выполнить даже сложные элементы. Занимаемся практически каждый день. Дает бодрость, энергию, позитив очень хороший. Так что мы просто являемся фанатами и благодарны и руководству Веры, что опять организовали у нас Цигун. И самое главное – тело подтягивается. Мы молодеем, мы прям чувствуем, как на глазах уходят морщины, как уходят килограммы и счастье. Самое главное – это внутреннее ощущение счастья и радости. Занятия проходят ежедневно в утренние и вечерние часы. В помещениях Дворца культуры видно и на улице, несмотря на погодные условия. Присоединиться может любой желающий. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева. Видное ТВ. Весна идет, весне дорогу. Праздник Масленицы традиционно с размахом отметили в музее-заповеднике Горки-Ленинске. В этом году организаторы подготовили большое красочное шоу по самым современным законам масленичного жанра. Подробности у нашего корреспондента Арины Лукьянцевой. Веселые гуляния являются неотъемлемой частью Масленицы. На одном из таких находимся мы в музее-заповеднике Горки-Ленинске. Более пяти тысяч гостей приехали на праздник, чтобы познакомиться с многообразием масленичных традиций, забав и угощений. Услышать лучших фолк-исполнителей страны и увидеть обряд сожжения чучела. Мы здесь всегда бываем, мы сюда в парк приезжаем, а сегодня такое веселье. И мы, конечно, почти все своим семейством здесь. Такое настроение хорошее, весна начинается. И вот замечательно. Здорово, масштабно, красиво, весело, вкусно. Детей и взрослых ждали традиционные русские забавы. Гости праздника соревновались в перетягивании каната, метали валенки, пилили бревна. А также посетили широкие блинные и гастрономические рынки. Побывали на ярмарке мастеров и зашли в стан богатырей. С шатрами, сундуками и настоящими витязями. Мы хотим показать людям историю нашей страны, потому что она богатая, чтобы детишки приобщались к истории. Ну и взрослые люди тоже могли, так сказать, не просто посмотреть, попробовать на турнирах себя на пластиковых оружиях, пощупать. Ну и, естественно, сфотографироваться с узком нашей истории. Масленица в музее-заповеднике проводится с 2016 года и неизменно собирает много гостей. Поэтому в этот раз было принято решение организовать праздник в новой локации, что позволило значительно разнообразить программу. Как отмечает директор музея-заповедника Горки-Ленинский Евгений Сарамут, подготовка к встрече весны была долгой и тщательной. Мы сцену здесь сделали, и чтобы площадь могла вместить большое количество людей. И коллективы подобрали разные, молодые, интересные, со своим разным подходом к классической русской народной музыке. Поэтому, в общем, пытаемся быть современными, пытаемся быть интересными. Надеюсь, как бы у нас это получилось, зрители оценят. Я была тут пару лет назад, на таком же мероприятии. Я считаю, что сейчас все более развито, больше каких-то интерактивов. Мне очень здесь нравится. Кульминацией стало сжигание самого высокого чучела-масленицы в России. 17 метров, что равно высоте пятиэтажного дома. На создание конструкции потребовалось почти три недели. 65 метров досок, 520 метров бруса и 70 метров ткани. В числе рекордов и продолжительность горения. Огненное шоу зрители наблюдали 12 минут. Все гости мероприятия получили заряд хорошего настроения, позитива и полноценно встретили весну. Арина Лукьянцева, Кирилл Махров, Гульнара Балаева, Видное ТВ. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин